Полезное время с Романом Шаховым и Любовью Володиной. Всем, ребята, мои дорогие, Люба, Роман, я вас очень рад видеть и всех наших радиослушателей, также ощущать и чувствовать их внимание. Спасибо тебе за песню «Не хлопай дверь» и очень красивое произведение. Как такие создаются? После ссоры или после, например, какого-то романтического общения? Как было? Расскажи. Мне Лидия Николаевна Козлова-Танч дала эти стихи Михаила Саевича Танча и сказала, слушай, мне вот Люба здесь звонила, Успенская, просит каких-то песен, давай вот посмотрим. Я говорю, ну, Лидия Николаевна, давайте. Обычно мы работаем для лесоповала, вот много. Вы же из лесосплава, да, мы знаем. Мы из лесосплава, да, он здравствует и, так сказать, продолжает работать. Вот, и эта песня была написана не в стиле, почему я вспомнил лесоповал, ну, вообще мы на шансоне, и 20-го мы получаем статуретку, я как автор, с ребятами, с лесоповальцами. Вот, а эту песню, вот «Не хлопай дверь», которая прозвучала сейчас, она была специально написана не в жанре, а вот именно такую вот лирика, такую романтическую историю я придумал. Вот, и, ну, это уже окончательный вариант, который сейчас прозвучал, она совсем такая вот софт, такая мягкая, мягкая, очень, да, да, очень, правда, романтичная музыка такая вот очень даже, вот, особенно финал песни, вот там вот. В твоем варианте мы ее услышим, друзья, 20-го апреля, как специальный гость на церемонии вручения премии «Шансон года-2024» Александр Добронравов песню будет исполнять, так что праздника станет еще больше. Скажи, песня-то будет в результате в исполнении Любови Успенской, как? Нет-нет-нет, она именно с этим посылом была написана так, звездно, чтобы она ее исполнила, но она ее не исполнила, вот, потому что, ну, потому что так бывает. Вот, я тоже очень многие песни не исполнил, но некое-то вот исполняю. И у композитора одной хорошей песни, как у исполнителя, стало больше. На этой ноте мы сделаем паузу, друзья, после чего вернемся, оставайтесь в компании «Полезного времени». «Полезное время» на радио «Шансон». Друзья, сегодня в гостях у «Полезного времени» на радио «Шансон» Александр Добронравов. И весна – это такое время, когда природа расцветает, и композиторы тоже приносят много чего хорошего в это цветение, свои новые песни. Мы непременно послушаем одну из новых песен в исполнении Александра, но об этом чуть позже. Пока же давайте поговорим о той песне, которая скоро появится, но вот появится, видимо, сразу в космическом масштабе, потому что это будет 12 апреля. 12 апреля. «На краю этой осени», а появится в апреле. Мы даем подсказки, да, 12 апреля, премьера песни «На краю этой осени». Да, я автор музыки, автор слов Лариса Рубальская, моя подруга с давних времен, еще с времен советских. Вот, и вот, наконец-то, эта песня приобрела исполнителей, замечательных ребят, вот, Настя Макеева и ее супруг Рома Мальков. Вот, замечательные такие, прямо, интернет-герои, за которыми, в хорошем смысле, следят, пишут, вот. Они взяли эту песню и сделали дуэтом. Вот, Настя Макеева, победитель трех аккордов, то, что мы знаем, не понаслышке, я там тоже участвовал. Вот, она очень хорошая певица, хорошая певица, вот прям, вот, прям, певица-певица. Вот, и ей, конечно, эта песня, я думаю, что сыграет, прямо, хорошую роль в ее творческом таком полете. И репертуар, конечно, ее немножко расширится, потому что это ее авторская песня, она ее пережила, и чувствуется их любовь с романом. И там такая история у них тоже, вот, все об этом пишут. Это очень здорово, и вовремя, вот, то, что она ее взяла. 12 апреля, в день космонавтики, действительно. Запускается, да, шансонный спутник. Да, да, мы полетим, да, над земным шаром, и, действительно, я думаю, что она уже имеет успех. Они пели ее в Крокусе, как раз, 17-го, у Ларисы Рубальской, вот, и песня пошла замечательно. Поэтому я их поздравляю, поздравляю Ларису, себя, ну, и нас, конечно, радио-шансон. Вас, ребята, я думаю, что она войдет в плейлист и достойно будет украшать. Слушай, здесь получается, что песню мы презентуем в апреле, это весна, песня называется «На краю этой осени». А когда, в какое время года лучше сочиняется? Вот тебе вот расскажи. Вот как раз «На краю этой осени» и сочиняется хорошо. Не, ну, мое любимое время, правда, осень, но вот сегодня весна, как никогда. Но я сказал своим близким и друзьям, что когда, ну, это все знают, ну, я могу, как уже старожил, вот, сказать, не будем пенять на возраст, вот, что по моим наблюдениям с детства, гуляя по улице Моховой с папой, вот, я помню эти сугробы, когда мне было 3 года, ну, 3-4, вот, и я помню эти заснеженные зимы московские, вот, 65-й, 66-й, и всегда после таких зим снежных такое жаркое, мощное, такое просто нещадное, беспощадное лето, вот. Поэтому ждите моих, так сказать, прогнозов, что будет под 40. Как мы плавно от песен перешли к прогнозу погоды. Сейчас, подожди. Как это случилось, я не заметила. Это возрастное. Сейчас, подожди, еще. Будут спотфуды. Истории Старого Арбата еще пойдут. Ну, конечно, однозначно. А вот там было, да, сейчас уже совсем не то, да. А мне понравилось, как вы заслушались меня, это тоже бывает редко, но мне очень приятно, да, что, действительно, ну, так вот я, правда, вспомнил, и это же правда. Прямо вот так мы гуляли, и это история, правда. И еще одна правдивая история, друзья. У нас сегодня будет не только премьера песни, но и клипа «Я люблю свою жену», называется, произведение. Да, поэтому я неспроста сказала, что смотрите нас сегодня, наш эфир, пожалуйста, присоединяйтесь. 23 года совместной жизни. Вот прошли, прежде чем появилась песня «Признание, я люблю свою жену». Почему 23 года надо было ждать, Саш, скажи? Да мы ждали, ждали. Да мы и сейчас ждем, в общем-то, чего-то, да, умоя погода. Нет, на самом деле, на самом деле, вот то чувство, которое испытывают люди друг к другу, оно, конечно, выражается вот в совместную жизнь, в какие-то привязанности. Ну, надо назвать это простым словом «любовь». Вот, и 23 года, я причем не один же раз заходил в бушующий океан, а три. Вот, поэтому у меня, так сказать, большая семья, и вот последний третий раз, вот, 23 года тянется, вот, в хорошем смысле, да. И это не я придумал, это придумал мой друг, мой продюсер, мой директор, Антон Дорин, который здесь вот рядом с нами. Вот, он всегда ведет и репортажи, и всегда, ну, то есть, а мы с ним 10 лет. Вот, и он так придумал, что вот, как-то вот, я люблю свою жену, это очень такой и правильный коммерческий ход. И может получиться что-то, что станет всенародным. Вот, и мы сейчас набираем обороты, эта песня не может не стать всенародной, не просто хитом там, или шлягером, а это о нас с вами, вот, и именно эта мужская песня. Он автор слов, а автор музыки Евгений Рогов, Женя Рогов из Ленинграда, который, так сказать, вот, написал, и они создали. А я скромный исполнитель больших песен, вот, что я не так часто делаю. Вы знаете, мне кажется, вот этим летом, весной, необходимо мужчинам носить футболку с таким хэштегом, с такой надписью. Это правильно, мне кажется, да? Ну, кто женатый? Год семьи, конечно, даже. Кто женатый? Так, дорогие мужчины, я вынуждена вас прервать, потому что нужно послушать рекламную паузу. После хорошей, да, мыслей такая пауза. Полезное время на радио Шансон. Полезное время на радио Шансон у нас в гостях Александр Добронравов, и сейчас к беседе присоединяется Антон Дорин, режиссер, директор и соратник нашего гостя. Антон, привет. Здравствуйте, добрый вечер. Итак, у нас через несколько минут прозвучит новая песня «Я люблю свою жену», и одним из авторов является Антон Николаевич. Дорогой, расскажи, как ты придумал стихи для песни? Нам нужны интересные подробности. Интересные подробности. Что послужило, да. Такие, что для Александра Андреевича эта песня не предназначалась. Это был заказ композитора Евгения Рогова, и вот решили создать такую семейную песню для мужа одной известной исполнительницы. песня была не исполнена, а потом как-то мы ехали по Мосфильмовской улице, и в машине говорят, Александр, еще такая песня родилась. Я говорю, послушай, мнение твое важное. А сзади, на заднем сиденье сидела супруга Александра Андреевича, Елена. Я включаю, и Елена прокричала, говорит, это хит, это хит, берем. Говорит, да, Александр, а что я могу исполнить? Так, буквально через месяц Александр Андреевич сделал свою версию, и, в принципе, премьера этой песни уже среди своих, она состоялась в феврале 2021 года. Мы ее попробовали, поработали, посмотрели на публику, на реакцию публики, уже на концертах, и потом уже сделали такой серьезный продакшн, радийный, концертный, и, в большом счете, такая мировая премьера. Вот только сейчас, 21 числа состоялась, и сегодня на радио шансон. То есть продюсером песни является Елена, как вы поняли. Да, то есть, конечно же, ее слово было решающее. И, в общем, очень много символизма в этой песне. В этом году 23 года совместной жизни, 24 апреля, у Александра Андреевича. И, так что я их поздравляю. Песня станет не только гимном этой семьи, я думаю, что многих семей. Да, многих семей, обязательно. Ты еще скромничаешь, что клип есть. И клип, который мы успели снять, мы это сняли в студии Кроку Сити Холла за неделю до всех событий. И клип появился у нас 20, кстати говоря, 21 числа. Вот мы запустили его, сделали скромный. А тоже объясню, почему. Можно было снять Елену, Елена у нас не снимается. И поэтому приглашать какую-то героиню мы не захотели. И решили остановиться на одном Александра Андреевича. Поэтому он у нас просто исполнил, немножко подурачился, посмеялся. И такое, ну, немножко задорное и смешное видео. И скажи, пожалуйста, а когда снимается, ты руководишь процессом? Конечно. Александр Андреевич, надо подурачиться. Да. У нас есть вот сейчас задача. Да, конечно, конечно, задача ставить. Это только так кажется, что Александр Андреевич там просто поет. Много ракурсов, много материала. Я, бывает, что и кричу, как правило, очень эмоционален во время съемок. Да, они все знают, поэтому они терпят меня. Я на оператора кричу, на группу кричу, потому что если что-то не так... Вот, почему я кричу, не потому что мне хочется, а потому что эмоции зашкаливают, хочется и так, и так, и так, а короткий промежуток времени. Но они все терпят меня. Мы тебя не терпим, мы очень рады, когда ты приходишь. Мы тебя поздравляем с 45-летием в этом году. Пользуясь случаем в эфире, я думаю, что слушатели полезного времени тоже присоединяются. Ну, а сейчас, дорогие друзья, на радио «Шансон» премьера песни «Я люблю свою жену» Александр Добронравов. Полезное время с Романом Шаховым и Любовью Володиной. Саша, спасибо, это было прекрасно. И поздравляю с тем, что песня, так сказать, ушла сейчас в свою новую большую жизнь, потому что теперь ее послушали миллионы поклонников замечательной настоящей музыки. 2024 год, год семьи, и вот как правильно построить отношения, чтобы вот спустя 23 года сказать это с чистым сердцем? Твой рецепт, расскажи, пожалуйста. Ну, терпение и труд, все перетрут. Поэтому здесь я всем мужчинам хочу сказать, мужьям, то, что вот эта песня, она адресована именно им, нам, которые едут домой, спешат обязательно, вот, чтобы вечером увидеть дом. А дом – это жена, ну, у меня дети выросли уже, поэтому мы вдвоем с супругой. Вот, ну, вот это вот ощущение, то, что есть куда приехать, где твой очаг над головой, так сказать, стены, потолок твоей, вот, которые именно являются крепостью. А это есть семья, это большое дело. Поэтому нужно ее лелеять с пониманием, просто с такой, с холодной головой, но горячим сердцем. Вот это вот надо жить и понимать, что да, возраст, так сказать, все мы проходим жизнь и меняемся. Ну, конечно, да. Ну, это нужно воспринимать как должное и как, самое главное, как благодарность большую, вот, и какой-то настоящий божий промысел, что два человека соединены любовью, сердце, сердце мое, сердце ее, вот, каждого, ну, это пара, пара людей, которые рождают детей и так далее. Здесь вот это самое главное. Друзья, и если жена говорит, что песню надо спеть, надо спеть, да. Ну, прислушивайтесь, конечно. Да, да, ну, в народе это называется чуйка, вот, у нее чуйка это и есть. Поэтому вот как бы так. Ну, и вообще она с искусством тоже связана, ну, не с искусством, а со сценой. Она же в Мисс Сочи, вот, была с 89-го года, первые как раз конкурсы красоты. И она вот такая вот у меня. Вот, она с чувством, с высоким чувством такого вот восприятия. Прекрасного внутри, да. Да, прекрасного, да, да, да. И вот она понимает, что вот это вот то, а это не то. А здесь вот, и, конечно, она проецирует... Все это в мир, да. Да, на меня, и она говорит, да, вот это вот, если ты исполнишь, это будет круто. И, ну, и, конечно, там у нее тоже что-то играет. Вот она, а, конечно, эта песня обо мне, ну, здесь нужно постараться, да. Вам большой привет. Спасибо, Лен, да, да. Спасибо, Алелушка, спасибо. От пары мы переходим к группе пятеро. Вот здесь тоже есть... Вот это, да, посчитали, что ровно год назад с группой пятеро вы были здесь в студии с презентацией песни. Год назад. Песня была «Мир принадлежит», по-моему, да? Да, молодая. Это стихи Танечи, кстати, Михаила Саевича. Да. А вот в песне «Колокольный звон» что чье? Расскажи, пожалуйста. Она выходит как раз 24 апреля. Это у нас день брака сочетания. Вот, мы расписались 20-е годы назад. Вот, была тоже погода бешеная. 28 градусов, что ли, или 30? Ну, жара была. Вот. «Колокольный звон» – стихи Юрия Трутня, замечательного поэта, пчеловода. Ух ты! Да, он, к сожалению, ушел из жизни. Вот, поэтому царство небесное. Ну, вот с ним мы сделали две больших песни – это «Русские солдаты» и «Колокольный звон». «Колокольный звон» мы с ребятами записали так, как нужно. Как вот нас учили, они по возрасту, они мои студенты, а я преподаватель профессора. Институт культуры, да. Да, да. Ну, они-то гнистинцы. Вот. Но вот наше сплоченное такое хоровое сообщество… Дир-хоры даже. Да, да, да. Оно вот даст такой результат мощного вокального искусства. Исполнение вот такой песни, которая… Она нужна. Это «Колокольный звон» на трассе и слышит. «Вновь вернулся аист, гнездо вьет на крыше, в сердце у людей снова Божье слово, в нем душа опознает истину Христову». И это все очень красиво, спето, очень правильная, мощная подача и молодых голосов, и автора, который и запевает, и тоже ведет, так сказать, свою линию. И вот мы 24-го предоставим ее… В среду, друзья, на всех цифровых площадках, получается, да? Будет ли клип вот здесь коротенько у нас? Скажи. Ну, я думаю, что будет съемка для начала. Да, мы уже ведем разговоры на разных фестивалях, вот. И я думаю, что, да, она будет такая резонансная, так же, как «Эмир». Это не какая-то там корпоративный хит какой-то, а это просто большая… Вообще человеческая, конечно. Серьезная, да, да, песня, которая представляет вот на празднике вот именно основу действия или вот концерта посвящения. У нас сейчас рекламное действие, после которого мы продолжим «Полезное время». Друзья, вы слушаете и смотрите вечернее шоу «Полезное время» на «Радио Шансон». Александр Добронравов у нас в гостях. Саш, я хотел тебя спросить еще про одну замечательную песню. Дело в том, что у нас есть в «Полезном времени» рубрика «Верни мне музыку». И в этой рубрике еще есть отдельная подрубрика. Там звучат песни Михаила Саевича Танича, на его стихи. И посвящены они, конечно, столетию. И в мае будет песня «Россиюшка». О! Вот эту песню. Расскажи, как она появилась? Вот это произведение. И в каком году? Ну, я думаю, что в 2005-м мне Михаил Саевич подарил сборник, как раз вышел. Оттуда много песен я написал. Вот. И я решил с ним обсудить этот вопрос по моему новому репертуару, который я потом и сыграл в театре эстрады на первом своем творческом вечере. Мне было 45 в 2007-м. Вот. И я могу сказать, Михаил Саевич, я вот не жанровую, не лесоповальскую, вот, нашу тему беру, а вот именно ваши гражданские стихи, вот, о России, там, «Арбузы-гарбузы», там, у нас были «Цимес», потом «Территория любви», вот, потом, какая еще была классная такая песня, мне, мне... А, «Мужики», «Красивые женщины», господи, это там, вот, это прям целый, целый пласт такой. И я его, вот, этот альбом записал. И вот «Россеюшка» была одна из таких вот песен, которая, ну, вот, действительно очень нравилась, и я думаю, что нравится и сегодня. Вот, я там вставил цитатку из, как упоительной, обязательно, там, на модуляции она звучит. Ну, и «Россеюшка», «Немачка, ты мне, а мать», вот, это действительно, и она и со мной связана. Я даже немножко приоткрою такую маленькую завесу, такую таинственную, да, что он эти стихи писал для Михаила Шафутинского, для Михаила Захаровича. Вот, почему? Ну, там, и уехал, так случилось, на моей дорожке узкой, но живет во мне Россия, и артист, я тоже русский. Вот, потому что возвращались тогда, и вот эта вот тема, она была, это были 90-е годы. Вот, ну, так и так вот прошло время, и я обратился к, то есть увидел ее и вспомнил так же и себя, я же тоже в Америке прожил полтора года, и там творил, там же я и написал, как упоительная. Вот, и меня она вот этим и задела, поэтому вот очень такой важный момент именно в создании этой песни. Между прочим, я так посмотрел, 45 лет назад ты поступил в институт, у тебя вот такие даты в этом году. Ух ты, я даже... 25 лет сольной карьере. Это еще не все. И песня «Одинокая волчица» тоже 25 лет в этом году, чтобы тебе вот, ну, как... Мы на все нашли на твоем сайте. У нас архив математики просто работает и в ДИФ, поэтому все 70 человек. Буквально две минутки остается. Весна, это пара огородов и дач, садов. Скажи ты, вот, как вообще сад, огород, дача, что у тебя, да, у человека со Старого Арбата, расскажи. Да, 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 ну, я так практично расскажу, что у меня большой участок, 21 сотка, это у нас, где вот Ильинка Архангельская. Вот, у меня на первом доме, я этим занимался, на деревянном, вот, у меня из бревен. Вот, а вот уже на втором, где каменный, уже у меня там я ращу просто скромно хвойный лес. Поэтому мне сейчас заниматься огородами, ну, просто не кабельфой, нет, я люблю землю. У меня мама любит землю, вот, дай бог ей здоровья, если она нас сейчас слушает. Сталин Федор, вот, на всяких случаях, если кто не в курсе. Вот, а Сталин Федор, да, любит копаться, вот, у нее две собаки, ей 85, вот, две собаки блютерьеры, на всякий случай. Вот, чтобы, чтобы понимали, какой все-таки и генофонд во мне присутствует. Нормально, да. Большой привет и, да, и здоровья желаем, конечно. Огромное спасибо, что нашел сегодня время. Дорогие друзья, 20 апреля, церемония вручения всенародной премии «Шансон года». Специальный гость Александр Добронравов. Послушаем песню «Не хлопай дверью». Ну и, конечно, если что-то вы пропустили у нас... И обязательно, Ромочка, хочу добавить, Лесоповал, наша группа, молодые трое солистов, ребята исполняют песню «Рахманинов», которому 150 лет, вот, и Михаилу Саевичу 100 лет. Мы здесь соединяем две большие даты, 250 на двоих, и песня «Рахманинов» получает статуэтку «Шансон года». Ура, товарищи! Огромное спасибо, и пусть у тебя муза постоянно будет где-то рядышком, новые песни для себя и для Лесоповала, потому что мы эти песни обожаем. Друзья, Александр Добронравов был сегодня в гостях у «Полезного времени». Это было замечательное, мелодичное, показавшее нам новый шансон «Полезное время». Прощаемся до следующей недели. Всего доброго. Любовь Володина. Роман Шахов. Счастливо, пока! «Полезное время» с Романом Шаховым и любовью Володиной.